Всем привет! Вот так неожиданно вышла в прямой эфир сегодня, заранее не договаривалась я с вами ни о чем, но бывает такое настроение, когда ты хочешь делиться своим зарядом, потому что его не бывает много. В сторис сегодня с вами потанцевали, повеселились, и я подумала о том, что... Точнее, не подумала даже, а зашла в директом столько писем от вас. Вы спрашивали про первые лунные сутки, и про карту желаний, и про то, как зарядиться. Я понимаю, вы спрашиваете у меня, потому что знаете, что мне пришлось пережить очень много неприятностей, я через эти неприятности прошла и вышла, так скажем, победителем, да, как принято говорить. И было, а точнее не было ни денег, ничего, ни известности, ни популярности, ни блога, вообще ничего. Только мой настрой, он всегда был у меня. Вот, именно поэтому мне хочется с вами делиться им, потому что, имея настрой, вы сможете исполнить свое любое желание. И не просто, там, настрой, да, конечно же, к этому нужно подключать действия, то, о чем я вам рассказываю в игре «Вред вселенная», да, это... Я ваша фанатка, передайте «Привет, пожалуйста», «Привет», «Ленка», «Привет, Ленчик», «Передайте привет», «Привет», 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 «Вера», «Привет», «Верочка», про которую я вам рассказывала, YouTube-канал мой ведет, эфирчик вот этот тоже сохранит и отправит, чтобы вы потом посмотрели и тоже зарядились в любое удобное для вас время, потому что Инстаграм на сутки только сохраняет. Ой, ну, конечно, подписчики мои знают мою историю, да, но очень много, каждый день приходят сотни новых людей, которые тоже чувствуют такую по душе, что ли, да, бывает такое, видишь человека, и он тебе по душе. Поэтому он остается со мной, и я таким людям рада, потому что мы вместе с вами переживаем и печаль, и радость. Вот. Сегодня можете задавать вопросы сейчас свои. Спасибо большое, что передали привет. «Ты для меня сейчас самый веселый из всех на сегодня». Прекрасно, прекрасно. Кем работаешь? Раньше я работала телеведущей, это была моя мечта. Я родилась в очень маленьком городе, где 30 тысяч человек живет. Я сейчас живу в районе в Москве, где 30 тысяч живет, живой комплекс. А я родилась в таком городе. Вы можете себе представить. Родители простые, город маленький. Мне всегда хотелось быть в центре внимания, мне всегда хотелось хорошей жизни, да. Однозначно я видела себя. Я вырасту, у меня будет дом, семья, богатый муж, машина, дача, возможно, загородный дом, яхта, еще что-то, да. Вот такую жизнь я себе рисовала. Ну, как практически ничего нового, все так делают, да. Вот, и я поняла, что я с детства имею вот этот заряд, вот зарядиться и получить это. Я хотела богатого мужа, я его получила, но в своем запросе я забыла упомянуть, что я хочу, чтобы он меня любил, уважал и так далее. Поэтому этого не случилось. И вы уже знаете эту историю, да, в итоге мы с ним развелись, и он меня украл сына, и я хапнула с ним горе. Вот, поэтому деньги здесь были не главное абсолютно. Я даже помню, когда я уходила, ну, у человека, видимо, только деньги в глазах, да, а как иначе объяснить другое поведение, его поведение, да, когда я уезжаю, и он первым делом лишает меня там средств. Я уезжала с ребенком, да, в другой город, принимаю решение уходить, а он не помогает сыну. Ну, как бы, ну, не помогает и не помогает. Вот, я потом просто мечтала, чтобы он оставил меня в покое, и вообще просто мне не звонил, потому что начались всякие угрозы, увольнения с работы, вот, ты ко мне вернешься, завел на меня уголовное дело, короче, ты ко мне вернешься, иначе я лишу тебя материнских прав. Вот, такая любовь. Поэтому, как бы, естественно, я понимала, что к этому человеку однозначно возвращаться нельзя. Я думаю, что если бы он себя не вел так агрессивно, возможно, я бы думала, там, и о чем-то сожалела. А когда человек ведет в свою сторону, точнее, да, смотрит и рефлексирует в твою сторону, вот таким образом, таким отношением, конечно же, ты понимаешь, что ты все правильно сделал. Это раз. И второе, ты понимаешь, что однозначно нельзя к такому человеку возвращаться. Как это так? Я через уголовное дело хочу тебя вернуть, потому что я тебя люблю. Вот, доказал. Молодечик. Просто красавчик, говорят про таких, да. Поэтому, как бы, я однозначно для себя понимала, что все, нет, однозначно нет. И в какие бы рамки он меня жестки не ставил, да, и уголовное дело заводил, и так далее, и тому подобное, и травить пытался, и подсыпал. Что в кофе всякие непонятные, короче, ладно, не об этом, может, нельзя об этом в эфире говорить, не знаю. Что потом доказать в суде, что я, ну, короче, лишить мне материнских прав. То есть, чтобы лишить суд, то есть, три основания такие есть, да, очевидные. То есть, либо там, я не знаю, мать-алкашка, либо она наркоманка, либо уголовное дело. Ну, тогда можно там в суде качать такие дела. И он все три варианта попробовал, но, слава богу, ничего не получилось, я была очень осторожна, и, в общем, таким. Между делом он мне говорил, я же тебя люблю, я просто хочу, я говорю, что ты хочешь от меня, я хочу, чтобы ты вернулась. Классно? Ты подал на меня уголовное дело, и должна к тебе вернуться. Красавчик. Молодец. Вот. Короче, вот такая история. Конечно же, я вообще не понимала, что происходит, и мое желание жить счастливой жизнью, богатой, счастливой, там, да, оно оставалось. Ну, на тот момент, конечно, единственное желание было вернуть сына. И было сложно, было сложно, было сложно, да. Я понимаю, когда вы пишете мне в игре «Привет вселенная», Лиль, полная жопа творится, что делать? Одно и то же. Что можно делать? Что нужно делать? Переключиться. Вот ключевое слово в эфире, хочу, чтобы вы его запомнили. Переключиться. Это так важно. Это можно сделать вот в одну секунду. Переключиться. Первое, что подсказывает подсознание – я не могу, мне тяжело, мне трудно. И дальше начинается наслаиваться, как я могу переключиться, если все плохо. Ничего не наладится. Тогда просто примите, что все, ваша жизнь теперь такая. Херовая. Все. Если все-таки нет, тогда еще раз. Переключиться. Переключиться в эту же секунду. Сон для слабаков пишет, Лиля. Хабаровск с тобой. Ну да, точно. Вот. Эфирчик сохраню. Иногда бывают сбои, конечно, но я постараюсь сохранить. Мне хочется быть богатой. Что нужно сделать, чтобы деньги были? Знаете, в поиске за богатством можно упустить очень многое. Потерять очень многое. Это не значит, что от богатства нужно отказываться. Это значит, что нужно стараться быть в счастливом состоянии, благодарить за то, что ты сейчас имеешь, и хотеть богатства. Только так можно к нему прийти. Если ты будешь просто с утра до вечера ныть, что ты хочешь денег, там еще чего-то, и больше ничего, ты будешь, во-первых, пропускать то, что вокруг тебя. Так проходят годы. И ты потом в итоге прожил несчастную жизнь. Все. И не стал богатым, и жизнь несчастную прожил. Поэтому это очень хорошо, что есть такое стремление. Вот я говорю, да, что у меня тоже такое было. Всегда, да, и сейчас оно есть. И когда я забрала сына, я понимала, что я хочу сейчас наладить свое состояние, гармонию, да, найти. Потому что когда гармонии в душе нет, бесполезно вообще что-то делать, что-то желать. Ну, вообще ни сил, ничего нет. Что ты можешь добиться, да, когда происходит, ну, когда плохо тебе. Ничего. Поэтому я старалась первым делом гармонию в себе, да, найти. И хотела встретить парня, вот Антона, встретила его, я уже говорила сто тысяч раз, он уже даже привык к этому раньше. Говорю, Лиль, ну, что ты говоришь, что у меня там денег не было, еще что-то не было? Ну, не было, ну, а что? Зато парень помог, показал свою любовь. Вот таких нужно любить, вот с такими можно жить, вот с такими можно рожать детей, да, и строить семью. Я считаю, что пока тебе не попался твой человек, Господи, упаси Боже вообще жить с кем-то другим. Правда. Лучше жить одной, пока не попался тебе твой родной человек, который тебя будет любить. Вы знаете, самое главное в отношении, чтобы тебя любил мужчина. Мужчина должен любить. Просто женщины, мы мягкие, мы и так будем отдаваться, да, взаимностью, будем ее отдавать, да, любовь свою ему, потому что нас любят, мы так устроены. Мужчины устроены по-другому. Вот самое главное в отношениях, чтобы тебя любил мужчина. Тогда все сложится. Потому что если мы любим мужчину и все боготворим тому, они начинают себя плохо вести. Так устроена природа. Они в этом не виноваты, так они устроены. Поэтому самое главное, вот такое, да, ну один из главных моментов таких, на это всегда нужно обращать внимание. Вот. И здесь же сразу, да, возникает вопрос, ну что, вот если я его не люблю, что мне теперь с ним жить, если он меня любит? Ну нет, конечно же нет. Я хочу сказать, что когда мы познакомились с Антоном, у меня не было там к нему какой-то там любви или еще чего-то. Ну парень, ну обычный парень. Ну симпатичный вроде, ну простой, да. У меня не было такого, что вау, я там влюбилась, или мне там внешне сразу понравился, да, как мы там оцениваем. Вот. И потом, потом, когда он как раз поступками начал меня брать, он меня взял, да, да, признаюсь, признаюсь. Я полюбила его. Он сказал, за что ты меня любишь? Я говорю, за то, что ты любишь меня. И такие теплые, чистые отношения, конечно, приводят к развитию нашей семьи. Я хочу, чтобы у него было в бизнесе все хорошо, потому что классно, да, но деньги как бы всем нужны. Мы хотим, там, в квартире ремонт, мы хотим, там, переехать в Москву, да, вот сейчас мы переехали. И я его заряжаю на это, да, и он чувствует, да, в себе силу. Вот таким образом поддерживаем друг друга. Он меня, я его, да, сначала он мне помогал, потом я его бодрила, веселила и так далее. Вот, поэтому, когда отношения у вас хорошие, да, между собой, есть уважение, тогда можно уже говорить о развитии. О каком развитии можно говорить, когда муж тюкает жену постоянно или не дает ей развиваться, говорит, куда ты полезла, куда ты учиться пошла, на ногти пошла учиться, господи, ты свои там в порядок приведи сначала или еще что-то. О, сколько сердечек, я обратила внимание. Вы будете рожать еще? Видимо, очень важный вопрос. Но вообще мы говорим об этом, да, такие разговоры в нашей семье есть. Вот, поэтому только когда есть гармония внутри, ты можешь говорить про отношения. Когда есть гармония в семье, ты можешь говорить про развитие. Поэтому, дорогие мои любимые, самое главное, самое главное, это настроиться, тогда можно любые желания ваши получать. В игре «Привет, вселенная» как раз вот мы такую настройку и проводим. Жалко мне, конечно, честно признаюсь, честно признаюсь, жалко мне, когда люди впервые видят игру и думают, что это какая-то шляпа. Думают о том, что или прошли какой-нибудь, знаете, там, марафон, банальный, я называю банальный марафон, где, там, я не знаю, север, юг, запад, восток, карта, приклейте свою фотографию и счастье будет. Да не делается так карта, не делается так карта. Поэтому, вот ошибившись один раз, да, люди потом, ну, не верят, допустим, в это. А я-то знаю, что работает. И мне, знаете, как ребенку хочется показать, вот, допустим, конфеты. Ребенок знает, что она вкусная? И он приносит маме и говорит, мам, попробуй, она вкусная. А мама до этого, там, я не знаю, съела что-то не то или, там, невкусная конфета была. Она говорит, ой, слушай, я, по-моему, тут пробовал, не хочу прям. А он вот искренне и говорит, ну, ты попробуй, я знаю, что тебе понравится, я знаю, что тебе, ты получишь удовольствие. И в итоге она пробует и говорит, блин, точно, я перепутала, а это другая была. Ну, и, как бы, ребенок довольный. Вот я, как тот ребенок, да, хочу донести до каждого информацию. Я знаю, что она вам поможет, я знаю, что вам станет лучше, я знаю, что вы исполните свои желания, текущие, и еще плюс мечту свою, возможно, исполните в скором времени. Что исполнится точно в скором времени. И мне, я вот, как тот ребенок, хочется мне вот, ты попробуй, попробуй. Я поэтому и цену такую сделала для вас, для всех, там, 500 рублей, чтобы вы не боялись, да, и пробовали. Вот, и она никогда не поднимется, конечно, даже несмотря на то, что вы говорите, уже знаете, по несколько раз играете, да, и она не поднимется. Кстати, по поводу игры «Привет, Вселенная». Кто меня сейчас слышит? Из тех участников, кто уже прошел игру «Привет, Вселенная» и не один раз. Кто сейчас из участников есть в прямом эфире? Возможно, кто посмотрит сейчас сохраненный прямой эфир. Я вам хочу сказать, что сейчас следующая игра «Привет, Вселенная» будет новая, обновленная. Поэтому, привет, я прошла, привет, привет, привет. Новая игра «Обновленная» будет, вот следующая, сейчас набор, который идет, она будет новая. Потому что игре нашей уже год, день рождения празднует она, годик нашей игре. Поэтому она будет новая, там будут подарки, как всегда, да, в день рождения же, ну, вообще принято, как бы, подарки дарить имениннику, да, но проставляться тоже никто не отменял, поэтому будет много подарков, новая информация. Вот, хочу в новую. Приходите. Сейчас ссылочка в шапке профиля, это как раз уже на новую игру. И в сторис, кстати, есть. Приходите. Попробуйте. Да, вот сейчас, которая будет следующая. Я готовилась, писала ее, все игры очень крутые, вы пишите, спасибо, спасибо, спасибо. Ссылка в шапке профиля сейчас моя. Или в сторис, заходите. Да, супер, супер, я рада. Вы давно уже просили обновить игру «Привет, Вселенная», потому что игра «Деньги», игра «Любовь» и игра «Привет, Вселенная». Вы уже прошли эти игры, зарядились, все классно, но хочется еще, 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 да, поэтому я для вас сделала новенькое, придумала, вот. Собрала, собрала, все еще раз, да, посмотрела, опыт получила, да, от вас обратную связь, поняла, чего вам еще не хватает, на что сделать упор, поэтому в новой игре «Привет, Вселенная» я это сделала. Она будет больше, конечно, по информации, но цена тоже не меняется, плюс остается такое, это не главное. Можете показать карту. Ой, у меня карта желаний моя, я показывала ее в прямом эфире, оттуда исполнилась квартира в Москве, вы можете увидеть в моей ленте вот этот дом. Я его однажды наклеила на свою карту желаний. Я стояла вот так у окна, была фотка, и потом сняла видео. Мне подписчики говорят, Лили, это как в карте твоей. Я открываю карту и вижу этот снимок. А еще, хотите, я расскажу, Леша, мой сын, заметил, какое еще желание сбылось. Я еще не рассказывала вам, новое, новое. Антон мне сделал предложение. И мне Леша говорит, мне Леша говорит, мам, так ты понимаешь, что это было в карте желаний? Это он приклеил, что он у себя в карте желаний приклеивает меня Антона и регистрация. Там вертолетная площадка, почему-то такое, да, как бы зеленое поле. Ну, как бы высоко-высоко, вертолетная площадка. Я еще так подумала, помню. Ой, что-то мне кто-то звонил, я отключила. Надеюсь, поймут, люди не будут дозваниваться. И что он отметил? Он говорит, мам, так желание твое сбылось точно так. Я говорю, каким образом? Я не помню, вертолетная площадка. Он говорит, где тебе, Антон, сделал предложение? На высоте. Я понимаю, да. Это было Москва-Сити, вот, две недели назад. Он заказал ресторан Москва-Сити, по-моему, 89-й этаж, то есть высоко. Он говорит, я приклеила это, ну, считай, как будто вертолетная площадка. Я говорю, точно. Леха заметил. Я тут же Антона набираю, говорю, Антон, прикинь. Он говорит, слушай, на высоте, реально. Классно. В общем, вот так все это работает, искренние вот эти желания. Они потом даже вот точка в точку, вот тютелька в тютельку, точь в точь сбываются. Вот. Если мечтаю помочь маме, можно перефразировать ее так, чтобы сбылось. Помочь маме. Перефразировать. Ну, сначала вы скажите, какое желание? Помочь маме. Я помогаю маме. Ну, как бы вот так. Либо напишите сейчас запрос, я его прочитаю и помогу перефразировать. Хабаров скучает по тебе. Привет. Нет, да я тут, с вами рядом, каждый день. Лили, а как загадать карту, закрыть кредитную карту? Нужно думать о том, что ты хочешь. Даже не денег просить, а думать о том, что ты хочешь. Ну, закроешь ты карту. Что ты купишь? Дальше. Следующее. Я куплю, допустим, хочу стиральную машинку, я не знаю, допустим. Вообще, не думаю про эту кредитную карту, сразу желаю машинку. Возможно, где-то на Авито ее купишь, я не знаю. Новую кто-то продает, еще что-то. Вариантов много, как ты ее можешь получить, да? И все, получила машинку, ну и фиг с ним, но остался эта кредитка. Ну, гасишь ты немножко, гасишь. Дальше, чего ты хочешь? Тебе что мешает этот долг? Чем он тебе точнее мешает? Да, кредиты, долги, они тянуты с тебя энергией, их надо закрывать. Но это не повод для того, чтобы с утра до вечера убиваться. От того, что у тебя он есть. Я же говорю, в начале эфира, да, говорила, гармония – это самое главное. Она помогает во всем. Абсолютно. В отношениях, в деньгах, энергия – это твоя энергия. Вот в каком ты расположении духа, в каком ты настроении, так у тебя все и получается. Стоишь ты, думаешь, я сейчас перепрыгну вот эту, да, там, лужу, да? И ты ее прям даже не думаешь, а вот бежишь и перепрыгиваешь, идешь дальше. А если стоишь, думаешь, блин, сейчас упаду, упаду, подскользнусь, и ты прям на ровном месте можешь тут же упасть. Реально, потому что аж ноги подкашиваются иногда от наших мыслей. Или наоборот, силы берутся. Я рассказывала вам, когда в детстве на меня гналась собака, я так испугалась, просто запрыгнула на дерево. Она пробежала, конечно, она не хотела меня сожрать, но я боялась, что она меня покусает. Я потом думала, блин, все, убежала, надо слазить. Я не могла слезть, потому что 3 метра просто над землей. Как я туда вскочила, я понять не могу. Но я вскочила. То есть невероятные у нас способности просыпаются, когда мы чего-то хотим. Поэтому игра «Привет вселенной», опять же, она заряжает вас на это. Почему сбывается? Никакого вообще волшебства здесь нет. Я говорю, нет таблеток, которые вот так вот кинешь, и там раз яичница такая со скатертью-самобранкой раз там. Скатерти-самобранки по сути нет. Но есть у тебя достаточно энергии внутри для того, чтобы получить то, что ты хочешь. Как загадать, чтобы закрыть кредитную карту, еще раз, да, вопрос этот висит. Ну вот таким образом, то есть несмотря на это, понимать, что ты закрываешь этот кредит, но желать большего и не отказывать себе ни в чем или в чем-то конкретном, да, пока у тебя кредитная карта есть. Ходи. Я ездила с кредитами в Таиланд, было такое время. Сейчас, да, там, допустим, ну не сейчас вообще, в принципе, да, вот в игре «Привет деньги». Очень многие в конце уже игры говорят, Лиля, а про долг, а про долг? Почему ты ничего не говоришь про долг? Игра «Привет деньги», кстати, 9-го, ой, 7-го, вот уже на следующей неделе игра «Привет деньги» стартует, поэтому тоже можете нажать на ссылку в шапке профиля. Вам там, в принципе, если вы напишете «Играю», вылезет весь перечень игр, там будет игра «Привет деньги». Вот, и вот 7-го числа мы начинаем новую игра «Привет деньги». И вот участниками, с которыми мы уже прошли эту игру, они спрашивали про долги, про долги, почему ты типа не рассказываешь ничего про долги, а они были в конце, это был отдельный эфир, посвященный этой серии, теме денег, да, долги, как от них нужно избавляться, почему они появляются, как правильно давать в долг, если все-таки нужно, да, и как правильно занимать, если нужно все-таки. Все это в игре «Привет деньги» я рассказываю, это все в одном эфире, а их там 4. Вот, и потом идет у нас игра «Привет практика», где вы делаете талисманы свои денежные, очень классные, я помню, столько делала в свое время, но вот этот самый крутой оказался, вот я тоже делюсь этими знаниями. Вот, поэтому заряд самое главное, никакого волшебства тут нет. Так, мурашки, здравствуйте. Наклеила карту день и ночь, об этом думаю. Классно, 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 заряжаетесь. Ты меняешь все к лучшему. Спасибо большое, спасибо большое, что вы не говорите об этом, мне очень приятно. У каждого человека жизнь стала лучше. У каждого, кто играл в «Привет вселенной», представляете, это же кайф. Прочитала мой отзыв, ответила мне «Спасибо, но еще надо один вопросик». Так и не ответила. Она какой? Когда пример должно сбываться? Я верю, что это не сильно идет, сделала в марте. Стоп. Во-первых, смотря какое желание. Если зарплата, допустим, 20 тысяч рублей, а вы хотите 500 тысяч, ну, вот такое пройдет расстояние. Если у вас зарплата 20 тысяч рублей, вы хотите 50, то пройдет уже там другой промежуток времени, да, соответствующий этой цифре. Поэтому, смотря какое желание. Но, но ограничение себе ставить не нужно. Сразу нужно желать, как говорится, да, желая квартиру 200 квадратов, 150-130 у тебя будет, да, желая квартиру 100 квадратов, 80 у тебя будет. Потому что наше сознание не обманешь, пока оно не приручено у нас, да. То есть ты должен привыкнуть к своему желанию. Господи, напугалась, думаю. Это пила какая-то, я думала, ребенок кричит, господи. Уже ринулась, спасать. Да, ремонт какой-то, простите. Вот, поэтому нужно именно привыкать к своему желанию. Это очень важно. Если даже ты загадываешь какое-то желание, которое кажется тебе несуществимым, каким-то слишком большим, проживите его, это помогает. Это та же самая, как визуализация, да, она помогает тебе прожить его, принять его. И ты, когда думаешь об этом с утра до вечера, да, ты привыкаешь к этому. Я, допустим, зашла однажды в магазин и попробовала примерить колечко самое-самое-самое дорогое. Какое у вас самое дорогое кольцо? 7 миллионов рублей на тот момент была в Тиффани. Это было давно уже. И я надеваю это кольцо, я представляю, думаю, капец, на мне квартира просто. Представляете, кто-то квартиру покупает, а кто-то колечки. И покупают же люди, и покупают, и за 12 миллионов покупают. Я стояла с этим колечком, такую энергетику, да, переняла, это же все равно камень большой, камень, ну, просто зарядилась, да, что мешает мне сделать это, и вам что мешает. Обязательно сделайте такое, почувствуйте, зарядитесь немножко такой энергетикой. Вот, и, ну, просто это такое полезное, полезное упражнение, я не знаю, да. Я не говорю о том, что я померила это кольцо, и все сразу там стало налаживаться. Нет, это не так. Но маленькая частичка, да, моя энергетика, она все равно где-то, где-то вот щелкнула, где-то я приняла эти деньги, да, что они существуют и могут быть у меня, допустим, да. Раз есть люди, которые покупают просто вот такие кольца. Кто-то сидел, помню, рядом, там мерил колечки. Ну, вот же люди вокруг нас. А по Москве? Ты просто в центре идешь, по улице, я не знаю, по Никольской, там, да, или рядом улица, где просто Луи Виттон, Прада, Булгари, там, еще что-то. И люди с пакетами выходят оттуда, ты понимаешь, деньги есть в этом мире. Все нормально, все хорошо. И у меня они тоже будут однозначно, когда, да, сразу мы, как наш мозг думает? Ну, когда они будут? Ну, вот что, сейчас нет их, с чего они, с потолка свалятся? Не свалятся. Это тоже нужно понимать, да. У меня нет в моем окружении людей, на которых упал чемодан на голову. Ну, в прямом смысле. Есть, конечно, темы, темы такие, да, которые падали на голову. Вот, вот это я как раз называю упал чемодан на голову. Но они всегда верили, что они найдут это дело, найдут человека, с которым работать, поступят к ним предложения, еще что-то. Вот с такой верой, вот с такой верой, они потом ходят по магазинам Луи Виттон, покупают себе все, что хотят, там, кольца, шмольца и так далее. Вот с таким. А когда просто сидишь дома, даже не выходишь на эти улицы и даже не общаешься с такими людьми, конечно, что у тебя поменяется? Ничего не поменяется. Вот. То есть, опять же, в игре «Привет, Селена!», в игре «Привет, Деньги!» мы как раз и притягиваем вот это вот сознание, мы меняем его, меняем оно в другую сторону. Почему ты сегодня пост писала, да? Сначала меняешься ты, твое сознание, и потом только меняется все вокруг. Сначала меняешься ты, потом отношение к тебе меняется. ты меняешься ты, потом окружение твое меняется, ты-то другой. Ты меняешься, потом работа твоя меняется, потому что ты другой. А какой ты можешь быть? Ты можешь знать чувство, там, чувство достоинства, да, иметь и выражать его. А, ты сказал, выражать его как с угрозой прям. Да, поэтому и просыпается уважение к тебе. Ты уважаешь себя, и тебя уважают. Ты не уважаешь себя, и тебя не уважают, и ездят на себе. Кто везет, на том и едут. Поэтому все начинается с нас. И как раз игра «Привет, Селена!» об этом, этому вас учат. И ошибочное мнение, да, людей, которые вот поверхностно-поверхностно что-то услышали, там, первый раз, представляете, первый раз меня кто-то увидел. Это вы меня уже знаете, это вы поиграли уже, получили многие желания, да. А тут в потоке информации просто какая-то лиля правда, там, игра «Привет, Селена!» Желание, карта желания, думают, что за бредятина. И пропустили, а это был шанс. Прикиньте, представляете? Были люди, очень многие, и приходят сейчас, которые второй, третий раз слышат информацию откуда-то, да, и говорят, я второй раз, когда наткнулась на тебя, думаю, лиля правда, что-то я слышала. Игра, игра. Думаю, блин, раз, второй раз пришла информация, попробую. Хорошо, что люди замечают знаки, замечают какую-то информацию, которая, тем более, второй, третий раз к ней приходит, да, пробуют. И потом говорят, что капец, как хорошо. Я год уже с такими людьми, они год назад про меня там слышали. Кто-то сейчас, возможно, первый раз слышит. Вот, и говорят, что, господи, ну как хорошо, как не повезло, что второй раз я услышала. Первый раз вообще просто, ну, это от того, что у нас сейчас очень много информации. Через нас проходит просто очень много информации. Мы просто перенасыщены, да. Телефон открываешь, и пошел поток, поток, поток. Буквально у вас две секунды для того, чтобы оценить, нужна, не нужна. Опять раз, нужна, не нужна. Буквально две секунды. Как за две секунды понять? Ну, кто-то чувствует сразу. Как понять, что твой суженный психологический тиран? Поверьте мне, понимать этого не нужно. Вы будете это чувствовать каждой клеточкой своего тела, что он тиран. Вам будет плохо, он вас будет нервировать, вам будет не хватать спокойствия, вам будет хотеться, чтобы он уже ушел, или наоборот, позже пришел с работы. Есть такие пары, да, которые думают, муж сказал, что он задерживается, она думает, господи, слава богу, засну спокойно. Или просыпается утром, он уже ушел, думает, господи, слава богу. Тут ничего понимать не нужно, тут все очевидно. Психологический тиран. Лизечка, когда обновленная игра предселенная? Уже в этот поток, в этот, вот сейчас, сейчас будет, не будет, а сейчас идет набор, это уже на новую игру, поэтому сейчас нажимайте, сториз у меня есть ссылка, вот смахни вверх на вселенную. Это и есть новая игра обновленная. Ой, я сама не терпится ее начать. Можно к тебе на личную консультацию? Вы знаете, я очень много поступаю таких вопросов в игре «Привет вселенная». Я отвечаю участникам, даже там после игры бывает, да, прошу прощения, сразу предупреждаю, не всегда могу это сделать. Во время игры, да, я вот с вами здесь отвечаю, каждому лично, в личной переписке, но потом, как бы, периодически беру, да, и смотрю там обратную связь, ваши желания исполнены, как раз вот все оттуда. Вот, и говорю, что не нужна вам консультация, не нужна. Кому-то говорю, прослушайте еще раз игру, а там все ответы. Они слушают и говорят, да, точно, я понял. Но бывают, конечно, моменты, которые такие личные, и ты хочешь разобраться в этой ситуации. Ой, я сказала бы, нет времени на это, да, но хочется вам помочь, поэтому все индивидуально, как бы, рассматриваем, вы можете написать в директ, если, как бы, я сообщение открываю и вижу, там уже с вами решение, нужна не нужна консультация. Как часто проходят игры? Раз в месяц игра «Привет, вселенная», раз в месяц игра «Привет, деньги» и «Привет, любовь». Наклеила одно желание, следующее клеить, следующее новолуние. Нет, вы берете карту желаний, это один из способов, да, зарядиться и поверить в свое желание, в свои силы, настроиться на позитив и с таким настроем идти к мечте. Ты с таким настроем точно доходишь до нее, до своего желания. Меня хватает на 2-3 желания в карте, потому что я так тщательно все это готовлю, вырезаю, так все правдоподобно. Это же очень трудно, сфотаться в такой позе, которую тебе нужно клеить, распечатать эти фотографии, найти картинки нужные, все это совместить, чтобы это было нужного размера, цвета и так далее. Вот я в игре «Привет, вселенная» рассказываю, да, бонусом. Некоторые спрашивают, можно не делать карту желания, а просто пройти игру? Можно, конечно, это все на ваш выбор. Просто пропускайте этот эфир, у кого-то карта есть, поэтому это все на ваш выбор. А кто-то из-за карты идет, люди разные. Поэтому в игре я в любом случае даю эту информацию, и вы клеите карту желаний. Вот по-разному, да, у меня 2-3 желания хватает, потому что я очень тщательно делаю. Можно нашлепать хоть 15 желаний, но они будут некачественные, неправильные, некрасивые, и, в общем, вы не зарядитесь от этого. Иногда я могу вырисовывать одно свое желание, вот так вот визуализировать, смотреть, потом со стороны смотреть, ты думаешь, капец вообще, как классно, ты видишь, вот оно сбылось, как будто снимок, да, фотография. Вот, поэтому я оставляю потом на следующие лунные сутки. Вот, прошу прощения. Так, мужики, посмотрите на меня, играйте в игру, привет вселенная. Ой, Миша пишет, офигеете, когда ваши мечты сбудутся. Например, новое авто, будете прощения просить у жены, которые не верили, которая звала вас в игру, а вы не верили. Вот, Михаил Бреус. Сегодня я выкладывала пост, они с женой, у них исполнилась мечта их, и они сейчас, я сказала, на лайнере, а там немножко другое судно. Ну ладно, суть не меняется. Исполнилось желание, они поменяли работу, и все у них налаживается. Я не говорю, что наладилась, да, как будто уже в прошедшее время. Уже сейчас, каждым днем все лучше и лучше. Они сейчас в потоке. Они даже скрин сделали экраны, знаете, когда вот время 21-21. У них было 21-21, 21 число, и зарядка на телефоне 21. Молния. Представляете? Такой вот, вот настолько люди в потоке, что даже вот такие мелочи, еще и заметили это. Могли же не заметить? Могли же не заметить? Ну, лежит, лежит телефон. А тут так совпало, что еще и обратили внимание на это. Сделали скрин. И говорю, желание теперь каждый раз на этот скрин загадываете. Вот. Я хочу покупать много красивой одежды, так и загадывать. Ой, прекрасное желание. Это такое классное желание. Покупать много красивой одежды, гардероб. Это такое женское желание, которое раскачивает вашу женскую энергию. Да, да, да. Так и загадывайте. Я покупаю брендовые вещи, я хожу по магазинам. И вы ходите, меряйте, привыкайте к ним, смотрите на ценники, ходите в дорогие магазины. Обязательно это делайте. И вы увидите, придет способ. Вот вы увидите. Невозможно придумать способ. Это как квартира у моей мамы. Вот как бы она вообще, как придумать способ? Вот такой. Я выхожу на улицу, ко мне подходит мужик, мой сосед и говорит, а хочешь квартиру побольше заехать? Я твою заберу, а эту я тебе оплачу, заезжай. Но это правда. Это было реально с моей мамой. Как такое придумаешь? Никак такое не придумаешь. Но это было. Мы четко понимали, что она переедет в квартиру побольше. В этом же доме вот так хотим. Вот такое желание. И это случилось. Понимаете? Про это вообще могу очень много рассказывать. Знаки, как это замечать и так далее. Да, цвет волос мой. Спасибо. Я тонирую его. Блеск дает такая красочка. Цвет вообще не дает. Лиля, скажи, пожалуйста, на какое время делать карта? Год, два или три? Я делаю, доклеиваю. Каждые лунные сутки беру карту свою и доклеиваю по желанию. По два, по три. Желание два, три. Доклеиваю, 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 доклеиваю. Карты у меня уходят. Представляете? Моя карта желаний осталась в Хабаровске. Ее купили, мою квартиру купили люди. Они меня знали и на меня подписаны и знают про карту желаний, про все, 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 что я дала. Они посмотрели эту карту. Я думаю, заберу. Она лежала под матрасом. Ну, я думаю, даже если не заберу, у меня люди знают, я в любой момент заеду, заберу ее и все. То есть она не потеряется. Я уже в Москве, думаю, блин, карту не забрала. Без проблем. Звоню им, пишу, говорю, где-то моя карта, как можно забрать Антон сейчас в Хабаровске и заберет ее. Он говорит, сейчас прошу. Жена говорит, нет карты. Я говорю, ну как нет, под матрасом лежала. Короче, исчезла. Я ее не забирала. Она была там. Но они говорят, ее нет. Я не вижу, не думаю, что там они ее прячут, эта карта, нафиг она им там не нужна, у них своя. И просто она исчезла. И у меня все карты так пропадают. Но это хороший знак. Потому что как только она куда-то исчезает, это значит, что твои желания как бы отпущены, и они исполнятся все. Это как раз там я помню на память, что-то же уже и забыла, какие-то мелкие детали. Но вот Лешка вспомнил, что у него была такая вертолетная площадка, где Антон делает мне предложение. Леша очень хотела этого. И потом он отразил, говорит, слушай, он тебе где сделал предложение? в Москва-Сити на высоком этаже, на высоте. И у меня была высота. Я думаю, точно, вертолетная площадка была у тебя, а у нас Москва-Сити 89-й этаж, тоже высота. Ну и вот так вот все вспоминаешь, что-то так вот приходит. Так, дочь вчера потеряла работу, очень переживает. Ой, да ваша дочь потом через год будет говорить, как хорошо, что я потеряла эту работу. Возможно, скорее всего, она желала чего-то большего, лучшего, денег желала. Кто теряет работу? Пока не потеряешь, хрен уйдешь, как говорится. Вот пока не долбанет тебя, вот фиг уйдешь. Что это с работой касается, что отношения поменять, я не знаю, пока не долбанут тебя, изменили раз, ты остался, изменили два остался, уже бьют тебя, я не знаю, оскорбляют, ты все ждешь, ипотека, терпишь этого мужика дебильного. Вот правда, дебильный мужик. Ну а как назвать тех, кто лупит своих жен, бухает и еще что-то права качает? В сад сразу. Иди, и вытругаться. Все, надо прекращать. Ну правда, у меня к таким подход сразу. Что тут думать? Поэтому потеряла работу, значит, вселенная, да, и энергетика ее была таким образом построена, что она не оставит работу, пока ее не выгонят оттуда. Поэтому ее выгнали, потеряла работу. Сейчас найдет другую, еще лучше. Сто раз. Я только не желаю, все желания крутятся вокруг помощи маме, сделать ей ремонт, например, все. Ну отлично. Но это же для меня желание, все упирается в деньги, ага. Но это же для меня желание, я надобности в этом не чувствую, а моя надобность помочь. Надобности не чувствую, но надобность помочь. Короче, у вас, я даже не сразу прочитала, да, не смогла сразу прочитать это желание, потому что, но сумбур полный, у вас ничего не получится, потому что полный сумбур в голове. Когда ты не понимаешь, чего ты хочешь, у тебя ничего не получается, это нормально. Я не знаю, что я хочу купить в магазине, и в итоге выхожу без ничего. Или покупаю какую-нибудь ерунду, которую я потом выкидываю. Вот. Поэтому нужно определиться с желанием. Помощь маме для чего? Вы ей благодарны в чем-то, и это опять же нужно вот так вот четко, конкретно, да, понимать. Маме хотите помочь, желание прекрасное. Сделать ей ремонт? Ну, отлично. Начните его делать. Начать можно сделать без денег, своими руками прийти и содрать обои. Я, знаете, сколько раз делала ремонт? Я красила окна, которые еще не пластиковые, мы жили в доме, там деревянные окна. Я шкаблила этим шпателем эти окна. Потом, помню, шкуркой делала. Интернета не было, где-то я прочитала это, или кто-то рассказал, что надо зашкурить. Потом покрасила окна, они такие беленькие были, красивые, классные. Я всегда любила красоту, чистоту, и поэтому всегда, как могла, да, облагораживала территорию свою. Поэтому начните, что значит ремонт? Вам никто сейчас не говорит, покупай там золотые унитазы, вставляй там кафель, или керамогранит, или мрамор, или подоконники делать, я не знаю. просто сначала начните. И уже будет помощь, и уже настроение у вас поменяется, вы уже начали маме помогать, и мам, возможно, сразу начнет меняться. Отсюда уже пойдет все, возможности приходят. сегодня у меня день рождения, 30 лет, очень бы хотелось твоего положительного заряда с пожеланиями, спасибо. Кристина, я желаю тебе, чтобы ты легко определялась со своими внутренними желаниями, чтобы они были только твоими, чтобы твои желания исходили от тебя, тогда они будут сбываться легко. И именно этого я тебе желаю. Здоровье тебе для исполнения твоих желаний тоже, потому что здоровье для нас самое главное. Здоровье в мыслях, здоровье в душе, здоровье в теле. Пусть все исполнится. Сижу на работе, понимаю, что работа тупая. Смотрю, вакансии, ничего не нравится. Ой, у меня такое было тоже. Я смотрела, даже, по-моему, вакансию находила. Ой, смотрела я, смотрела. Работала я на России, представляете, даже еще не работала, а хотела быть телеведущей. И я была на испытательном сроке, а вот это что-то, я еще не врубилась в эту профессию журналиста. Я ездила, снимала какие-то сюжеты, думаю, зачем я их снимаю, если я хочу сидеть в кадре. Ничего не врубалась. И сидела, смотрела параллельно какие-то вакансии. господи, вакансии. Я даже сходила на одно собеседование, Евросеть какая-то или еще что-то. Потом я сижу на этой, я думаю, где я сижу? Я что, этого, вот этого я достойна? Сидеть там, перебирать, я не знаю, какие-то телефоны или еще что-то. Нет, есть, конечно, люди, которым это нравится, эта профессия, да, есть. я только уважаю таких людей, но большинству людей не нравится их работа, и они не хотят там быть, но продолжают, потому что, ну, как бы нужны деньги, да, и ты думаешь, что это вот, как вырваться, как вырваться вот с этой вот независимости, да, вот, независимость, чтобы получить. Можно, есть люди, и среди моих подписчиков тысячи людей, которые смогли это сделать. Михаил Бриус, пожалуйста, который сегодня, он бросил работу свою, не побоялся, мечтал, делал, просто с головой ушел в игру «Привет, вселенная», и потом в игру «Деньги», зарядился, ему этот заряд помог, и он получил решительность в своих действиях. Вот и все. И таким образом, не сразу это происходит, поймите, потихонечку, 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 и вы приходите к этому. Ой, сейчас иголочку. Ой, затекло. Вот. Ой. Еду в пробки, слышу тебя. Привет, Игра в «Привет, вселенная». Так, желание пока не сбылось, побывала в Греции, в Париже, купила участок для дачи. Это второе желание после того, как отпустила первое. Ну вот, круто, жизнь прекрасна. Лиля, когда вас первый раз увидела, у меня было такое чувство, что мы с вами знакомы, и это невозможно, мы живем в разных регионах, но почему-то было так. Бывает такое. Когда игра «Привет, деньги»? 7 сентября. Уже вот, заявки уже скоро принимать не буду, поэтому сейчас лучше зайдите в ссылку в шапке профиля и подайте заявочку. «Как можно подарить тебе подарок?» «Хочу поделиться с тобой своей исполненной мечтой благодаря тебе». Напишите в директ. Дорогие девушки, не позволяйте обижать себя вашим мужчинам. Правильно. Чувствую. Я хочу в эфир с тобой. Слушай, ну давай, давай. Если ты здесь, Лиля, шаги... Улетает сообщение шаги Дулина. Лилечка, ты здесь? Давай проверю твой запрос. Кого-то могу прямо сейчас подключить и рассказать, ответить на ваши вопросы. Лиля, запросы. Нет, Лилечки сейчас нет. Вика есть, Танечка есть. Еще очень много людей. Вы классны, спасибо. Я не пропустила этот шанс. Привет. Заскочила поздороваться. Привет. Хорошего тебе настроения. Ой, сколько много сообщений. Лиля, когда ты продала квартиру Алексею, я за тебя порадовалась, потом Алексей провозил выпускной. Мои дочери в этот день смотрели мою квартиру. Я в Питере. Классно. Какой мир вообще маленький. Я в салатовых носках, да, смотрите. Я в салатовых носках. Вот они. Хотите, переверну, покажу. Вот сижу вот так вот, представляете, эфир провожу. Hello, соседи. Классно? Вот так вот могу себе позволить. Так. Нам запомнить в сад. Это я про мужчин рассказывала. Сильно новая игра отличается от старой. Ну, там есть новая информация. Да, я переделала эфиры, какую-то информацию убрала. Ну, не то, чтобы убрала, еще больше там сжала, хотя, ну, очень мало, потому что сжимать некуда, там и так, вы сами знаете, очень все кратко, сухо, без воды, сразу к делу, да. Вот, поэтому больше добавляла. Так, как сформулировать желание найти работу? Вот как раз такие желания, как раз в игре и формулируем тоже. Хочу в своем дворе построить еще один дом, старый отремонтировать. Прекрасно. Здравствуйте, я ужасная паникерша. Что-то прочитаю, ой, что-то прочитаю, все паника, сразу задаю сама себе вопрос, а вдруг у меня тоже. И пошло-поехало, что посоветовать, как с этим бороться? Если вы, как бы, я тоже бываю, да, я тоже паникерша, что касается там здоровья или чему-нибудь там, не знаю, внешности, я сразу начинаю там надумывать, додумывать. Это вот мнительность еще у многих, да, вот называется. Поэтому в этом случае, я знаю, что мои желания там, да, все быстро сбываются. Если у вас точно так же сразу, то лучше сразу подумать о чем-то другом. Или, допустим, картинку плохую увидели, раз сразу в интернете забили что-то, впечатлились этим, и то как бы уходит само собой. Поэтому сразу переключиться на другую позитивную новость или мысль. Отправила тебе сегодня отзыв об игре, в которую играла в марте. Надеюсь, он до тебя дойдет в WhatsApp, и ты делаешь это, и лучше, спасибо. Да, я сегодня, кстати, выставляла отзыв в сториз. Девушка пишет, вы обманываете. Я думаю, вот это заявочка, вот это заявочка среди всех отзывов, у которых всех исполнились желания. я вообще читаю такое. Я сразу думаю, ну, конечно. Я пишу, вот это заявочка, а она пишет, да, вы обещали выложить мой отзыв, я три недели назад, у меня мечта сбылась, а вы обещали и не выложили. Я думаю, блин, да, я вспомнила, конечно, да, но просто сообщение бывает такое, вот знаете, ответил, и она улетела. Ну, конечно, если там помощь, да, человеку срочно оказать, ты там себе переписываешь сразу в телефон, еще что-то, да, а тут как бы желание исполнилось, ты понимаешь, я выложу отзыв, и ты на позитиве, и потом забыл, я извинилась перед этой девушкой в сторис сегодня и выложила ее мечту. Классно, в сторис сейчас. Так, Лилис было, сегодня написала. Так, так, проскакивает сообщение очень много. Так, кто там в запросах у нас? Ага, Лилия, которая хотела попасть в эфир, ну, давай, добавляем. Супер носочки. Леша в новой школе. Да. Опа, Лилек. Лилия зовут. Алло. Алло. Не слышно? Наушники может снять, нет? или ты там, ну-ка, давай попробуем. Не слышу тебя. Только не пугайся. Ты меня слышишь? Ну как? Слышно? Скажи что-нибудь. Я слышу звук, но ты молшишь. Слышишь меня? Конечно. Конечно. Да, просто я не слышала. Да, меня тоже Лиля зовут. О, подписчики, загадывайте желания для Лилии. Лилии просто быстро сбывается. Лилек. Хочу выразить благодарность тебе, Лиля, как ты вообще делаешь все, помогаешь. Такой заряд вообще бывает, допустим, что-то не клеится, не идет, а подключаешь какую-нибудь к Ютубу запись, и все тут же получается. Деньги приходят, люди приходят, да, супер. Вот. Супер большое, Лилиичка. Да, спасибо большое. Спасибо тебе большое. Ты где работаешь? Что ты делаешь? Я работаю сейчас дома, через интернет. По образованию я горный инженер, Марк Шрейзер. Как Антон. О, Антон Маршрейзер представляешь? Ну, кто мой Маршрейзер? А ты в каком городе живешь? Город Ментогорск, Челябинская улица. Ага. Понятно. Но по специальности я не работала. Не работала, да? Да. Да. Ага, в интернете что ты делаешь? В интернете я работаю с сетевой компанией и развиваю, ну, их интернет-магазин, так сказать. Вот. На товарооборот компания мне выплачивает деньги. Классно. У тебя есть дети, семья. Да, у меня есть дочка и есть молодой человек, с которым мы сейчас встречаемся. вот. И хотела спросить у вас, как мне лучше сделать? Вот я же чувствую, задаю вопрос, чувствую, что ты хотела спросить, что-то прочитаю. Ага, давай. Как лучше сделать? Молодой человек хочет ко мне переехать, у меня каком-то квартира. вот. Отлично, я бы тоже хотела переехать. Дальше. Вот, но потом говорит, как бы, если у нас все получится, где-то полгодика поживем, потом переедем типа ко мне. как-то к нему куда? К нему куда? У него есть мама, есть бабушка. Он к маме к бабушке позовет? Да, то есть он хочет, например, маму объединить с бабушкой, а мы переедем туда, где бабушка живет. то есть такой вот. В одной квартире? Да, чтобы они были в одной квартире, а мы как бы отдельно от них. Подожди, еще раз. Он тебя зовет куда? В какую квартиру? Где мама и бабушка живут? Где сейчас живет его бабушка. Они уедут с этой квартиры? Да, бабушка уедет к маме, а мы туда переедем через полгода. Ага. А мама сейчас в твоей квартире живет. Да, он сейчас живет с мамой, да, а он сейчас уже живет. А мама с бабушкой согласны на это? Ну вот мама ей говорит, что поживите хотя бы полгода вот у меня и потом уже будет видно, вдруг не получится, смысл они будут взяться. Где она говорит пожить пока? Сейчас он хочет у меня пожить, ко мне приехать. И мама говорит поживите пока у тебя, да? Да, пусть пока у тебя. А потом она согласна, если вы сойдетесь, да? Ну, типа, все хорошо. Но, в принципе, если все участники этой истории в курсе этой ситуации, то можно, конечно, ничего страшного, я думаю, не случится, тем более, если это твой молодой человек, да? А у тебя квартира твоя прям в собственности? она моей мамы, но она уже моя по документам, по завещанию. Твоя, да? Да. Хорошо, а что ты будешь делать с этой квартирой, когда ты переедешь к нему, к маме? Ну, наверное, сдавать. Сдавать. Понятно, ну, как бы это такой уже, другой вопрос, а сейчас, допустим, он может прийти в эту квартиру, наверное, можно пожить, я в этом ничего плохого не вижу, тем более, у тебя есть квартира, действительно, в быту понять, как вы будете жить вместе, потому что встречаться одно, как бы жить другое, просыпаться, засыпать, и как бы ждать друг друга с работы, это совсем другая история, поэтому ничего я в этом не вижу, если этот вопрос временный, это раз. Но, он платит за эту квартиру, естественно, эти коммунальные все платежи полностью, обеспечивает, что-то купить квартиру и так далее, он как мужчина по главе семьи, он на это же согласен? Да, он на это согласен, но у меня больше, я переживаю за то, что они не могут найти общий язык вот с моим ребенком, то есть у них постоянно идут какие-то разногласия, какие-то... Это другой вопрос, Нори, про квартиру вообще ничего не вижу, да, тут как бы... Взять квартиру, взять квартиру, зачем сдавать свою, чтобы снимать другую, как бы вопрос времени, это не навсегда, то есть как бы... Вы расписаны, нет? Нет. Нет, точно. Ни в коем случае, конечно, не нужно там свою долю квартиры дарить там, или там, не знаю, что-то еще там, переписывать на него, не надо лишнее. Да, да, я это уже... Ничего страшного, пусть живет, платит за квартиру, и вы реально посмотрите, вопрос вот, о чем я сейчас услышала, ребенки втвоем, почему они не уживаются? Почему они не... Ну, не могут найти общий язык, когда мы встречаемся, происходит трэш, какие-то недомовки, ругачки, я не знаю, как-то расслабиться не можем. Ну, вот, в краем. Сыном они не лазят. Каким образом? Что происходит? Как ты это видишь? Ну, допустим, мне нравится, допустим, ребенок что-то сказал, и вот не нравится ему то, что... Ему нужно там тишина, спокойствие, а мы такие шебутные, да, то есть мы на месте не сидим. Там, я, например, ребенку могу многое разрешать. Как бы хочу, чтобы ребенок был веселившим, как бы. А сколько лет ребенку? Пять с половиной. Пять с половиной. Ты знаешь, ты знаешь, я хочу сказать так, вот как я думаю, да, иногда порой свои даже дети так бесят, да, готов просто, я не знаю, просто вот так вот, да, свои дети. Поэтому совсем как бы не понять его можно, но скажи, пожалуйста, другой вопрос у меня. Ты чувствуешь, это временное раздражение вот на конкретный, когда он реально выпрашивает, да, малой, или это реально раздражение вот по пустякам, когда, ну, реально, ребенок ничего не делает, когда его бесит он? Скажи. Так. Ну, бывает, что и конкретно, допустим, мы куда-то, допустим, пойдем, а ребенок что-то просит, допустим, мама, купи, мама, купи. Так. Ну, я легко покупаю своему ребенку то, что ему нужно, а он как-то живет в ограничениях, да, то есть, как бы, человек работает на наемной работе и только вот рассчитывает на те средства, которые у него есть, а если у меня как бы по-другому, если я что-то хочу, то есть, я себе ставлю какой-то срок и добиваюсь этого, то есть, у меня как бы по-другому с тем, и на этом фоне тоже бывают ругачки. Угу. Здесь другая, смотри, у вас какая несовместимость, по поводу ребенка сначала я услышала, сейчас я услышала еще второй момент, что по развитию, по деньгам у вас разное, отношение, у тебя вот такое отношение к деньгам, у него вообще другое. У меня, допустим, с Антоном, как было, у него тоже другое было отношение по средствам жителей, как я рассказывала, может, слышала в первых эфиров, последние деньги, 5 тысяч рублей на сапоги потратила, пошла, это мои деньги, мне гонорар пришел, хотела и купила, все. Ты что, у нас есть нечего? Твоя задача найти деньги на еду, все. Вот так вот. Вот таким образом, понимаешь? Ну, так, грубо говоря, да, но суть такая. И он как бы видит, что у меня и то появляется, и это, и я желание себе заказываю, я отпуск планирую, когда у нас кредит, ипотеку какую-то бешеную беру, еще там что-то. И он видит, что жизнь-то лучше становится, что у нас появляются вещи дорогие дома, что у нас вообще квартира своя появилась, мы вообще в Таиланде сейчас сидим, да, там. И он видит это, ему это нравится, и он за этим тянется. Вот твой тянется за твоими желаниями, он видит от тебя результат, он хочет так же. Стремление есть? Стремление есть, но больше боязни, чем стремление. Боязнь тоже нормально. А стремление в чем проявляется? Ну, как бы, думать, что все наладится, все будет хорошо, как бы. Не-не-не, это не стремление, это утешение, это как бы настрой, стремление, это проявление действий. Он что-то делает для того, чтобы... Нет, действий, действий очень мало. Говорить можно все, что угодно. Да. Так. Еще такой момент. Вы сколько с ним уже? Мы встречались год, потом на год расстались, и сейчас снова начали встречаться. Еще раз, что? Год встречались, на год расстались, это была его инициатива, и сейчас снова начали встречаться, недавно. Опять была его инициатива встречаться? Да. Так и поняла А что у него изменилось? Как ты думаешь? Ну-ка сейчас подумай Есть ли какая-то выгода для него с тобой в отношениях? Выгода какая-то есть для него? Ему удобно, возможно, еще там что-то машина, квартира То, что он становится взрослее и до сих пор живет с мамой Как он говорит, все друзья над ним смеются То есть у него как бы то, что он хочет, ну уже семью хочет отдельно жить от родителей Это понятно А ты тут при чем? Ты тут при чем? Он вообще какую-то выгоду может получать именно от встреч с тобой? Ну-ка подумай Выгоду может получать? Что-то просит он, может быть? Что-то просит? Что-то планирует? Машину, квартиру планирует какую-нибудь? Машину купить? Телефон, я не знаю, что-нибудь? Да, то есть как бы получается в той квартире в которой я живу сейчас то есть он ну постоянно когда мы даже еще первый год встречались я предлагал чтобы продать эту квартиру Ну как бы Вот хотела показать вот так извините первый раз в жизни Простите Я вообще так не выражаюсь ты знаешь Вот сразу вот так ему Ага, еще дальше продать квартиру еще? Ну чтобы как бы Денежки ему дать на новую машину Да? Нет, нет Чтобы взять ну чтобы взять ипотеку и как бы за ипотеку будет меньше тогда платеж Так вот Ага А ипотеку на кого взять? Да, я вот этот момент уже как бы поняла что естественно если брать ипотеку то нужно чтобы она была оформлена на меня чтобы это было мое как бы шелье Вот А если она будет на него оформлена то естественно ему все уйдет То есть я как бы сейчас я уже это поняла уже это Поэтому мы как бы Я ему предлагала, давай будем снимать Квартиру в том районе города В котором мы хотим Но он как бы Говорит, что дорого будет Мы по деньгам не потянем Ой, слушай Такая ситуация запутанная Да, этот человек просто Просто хочет поймать С этой ситуацией что-то Знаешь честно, Лиль Из всей истории Что ты сейчас рассказываешь мне Я нигде не уловила вообще любви Нигде Ничего Любви вообще я не услышала, не уловила Не почувствовала Какой-то заплет Какое-то вот использование Вот я вот так вот вижу, я вот так вот чувствую И даже подписчики смотрела комментарии Вот это чувствуют сразу Со стороны люди просто И знаешь, любви я вообще Любви не увидела А девушки знаешь, как устроены Вот сказали один раз Люблю тебя, родная И ты готова квартиру ему подарить Все на свете Нежные мы создания Но потом Эти нежные создания вот так топчут И даже не смотрят А нам потом трудно оклематься Встать и так далее Поэтому Вот честно, Лиль Честно Любви вообще здесь никакой не увидела Не услышала Ему побыстрее вот дела какие-то сделать Переехать в какую-то квартиру Или продать Или как-то замутить что-то Пока он это делает Его твой ребенок бесит Понимаешь? Где тут любовь-то, Лилек? Ну где тут любовь? Еще я увидела, что вы вообще разные люди Ты стремишься Ты добрая, чистая, светлая А он реально мутный какой-то Писали комментарии Ну правда, не хочу никак там его обидеть Но с твоих слов Я не увидела вообще никакой любви Он тебе цветы дарит? Нет Нет, прекрасно Хорошо Хорошо Что еще положительного? Хорошо Вспомни-ка какую-нибудь ситуацию Когда тебе нужна была реально помощь его Забыла ключи Что-то привези мне срочно Или вот что-то такое Вы там ухо Когда что-то такое случается То как бы Мне кажется, что я сама быстрее сделаю Чем кого-то попросить Ну бывает такое Но это же хороший способ проверить Как человек относится к тебе Будь раз кто-то просил у него Срочно забрать Слушай, ты можешь проверить Можешь проверить Раз ты так Он привык уже Это, что ты сама все решаешь А вот создай такую искусственную ситуацию Слушай, привези ключи Что-то Или вот Я не могу вот это сделать Или что-то И посмотри, как он сделает Это как бы будет еще один Аргумент В пользу того, что Как бы Ну не твое Не твой это мужчина Ну правда Ты боишься остаться одна? Нет Мне наоборот было кайфово Когда я была одна Когда Готман Еще один аргумент назвала Еще один аргумент назвала Ну понимаешь, что все ведется к тому Что вы Ну как бы были По разную сторону Понимаешь? Ты правда светлая, чистая, добрая Вот такая открытая И это сразу чувствуется А он вот такой вот Ты уже назвала Что он тебе предлагал Отличное предложение Мне что предложить Давай я пойду на три работы И возьму квартиру Мы будем там жить Нет, он предложил Продать твою И потом взять ипотеку На него оформить ее Может еще сразу Вы классная вообще Красавчик вообще Такой классный Как я сама не додумалась Понимаешь? Гений просто Вообще Молодец Да, вот именно У него как-то он Боится что ли Взять ответственность Пойти еще куда-нибудь На работу устроить Он младше тебя? Да, чуть-чуть младше Я так и знала Я так и знала Тебе понимаешь Я так и знала Я прям вот сразу Чувствую, вижу Сразу так и знала Если ты хочешь Быть счастливой Тебе нужно Присмотреться И посмотреть вообще На эту ситуацию Вообще на эти отношения Со стороны А со стороны Ты можешь посмотреть Только как бы Разойтись этим человеком Не хватайся За то Что Как бы вот сказать Не хватайся Вот за что-то Вот такое Ну неочевидное Знаешь Это вот как Криво лежало Вроде как взяла И жалко выбросить И вроде как И не надо Как чемодан Вот этот вот Понимаешь? Когда Дорогая Лилечка моя Когда Светлые Классные Чистые отношения Где любовь У тебя даже вопросов Не возникнет А у меня вопрос По отношениям Понимаешь? У тебя не возникает Вопроса Лиль Что делать с ребенком Любит он меня Или не любит У нас какие-то отношения Не такие Потому что она у вас есть Искренняя И чистая А когда возникают Какие-то вопросы Значит уже Что-то здесь не то Понимаешь? И это факт Многие пишут Что вот тебе Может быть жалко Его там бросить Или обидеть Или что-то еще Я такое тоже Как бы проследила Что возможно Там нет любви Только жалость к нему Или знаешь Как будто Вот скажи Вот если у тебя Несколько мужчин Которые тебя любят Среди них вот этот Ты бы с ним осталась Нет Ну все Пока-пока Ну реально Реально Лиль Пока у вас Не завязались отношения Их очень просто Вот так вот Ну как бы Ну Разойтись Тебе было Первое Хорошо Когда его не было Второе Ты спокойно ушла От него Ты сейчас сказала Третье Он не любит Твоего сына Четвертое Продолжать Не надо Ну просто Когда Мы троем Как бы Я вот Он и мой ребенок У нас как-то Ну тяжело Как-то напряженно Когда мы с ним Двоем Полегче как-то Давай сына Откажись Лилек Сдай сына в детдом А с ним будь Нет Нет У меня дочка Нет У меня дочка А что так Ну это же мужчина Все твои мечты А если вам хорошо Без сына вдвоем Так зачем сын тогда Нет 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 Ребенок у меня На первом месте Здесь скажу так Ребенок Как бы не то Чтобы он на первом месте Женщина должна быть С мужчиной Мужчина должен быть Как бы в семье Да Это муж Это твое отношение Сначала ты Потом твой Вторая половинка Муж И ребенок К ребенку одна любовь К мужу другая любовь Это разная любовь Ты сына любишь так Мужа так Но Если Как бы у нет Между тремя людьми Контакта То все Ой Написали что Дочь прости У меня сын Просто дочь 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 Прости пожалуйста Спасибо подписчики Переклинило меня просто Вот Понимаешь Да Спасибо большое Я вижу что тебя Отпустила прям Да Довольная Счастливая Видишь Не зря ты попала Сегодня в прямой эфир Представляешь Ты знала утром Что ты со мной будешь Общаться Нет Нет Не знала Не знала Видишь Так все получилось Вот Поэтому давай Тебе удачи Будь тебе верна Ты очень чистая Светлая девушка У тебя Все будет хорошо Я иногда вижу Людей Которые немножко Запутались И которые Не по своей Дороге идут Или вот Им вот не хватает У них там Депрессия жуткая Или что-то Тебя сейчас На данный момент Как вижу я Тебя хотят Немножко сбить Пути с твоего Понимаешь Но ты Себя в обиду Не давай Ты такая Какая есть И ты Помнишь Что ты принимаешь В свою жизнь Обстоятельства Людей Ты принимаешь Вот этого Принимаю Вот этого не принимаю Тебя нет пока А тебя принимаю Пока Пока Я за тобой буду наблюдать И посмотрим Как ты себя будешь вести Не хватает Немножко Такой Твердости Вот держи Эту твердость Кусочек от меня Давай Целую тебя Спасибо Пока 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 Вот так вот Поговорили Да С Лилей Классно Зарядились Молодец Я почувствовала Что она немножко Пришла в себя Иногда нам всем Нужно Немножко Встряхнуться Взбодриться И так далее Почему же опять Да Вот игра Превеселенная Краткая Такая игра Да Небольшая Где вот так Мы общаемся И потом В процессе Понимаем Что Немножко Где туда Мы зашли Вот Поэтому Сейчас уже Прошел час Как мы В прямом эфире Инстаграм Не люблю Когда он подключается Так на полусловие Поэтому давайте Я эфирчик сохраню Такая молодец Полностью С вами согласна Правильно Девушка Лиля Спасибо Лиля Классно Давайте Я вам тоже желаю Всего самого хорошего Доброго Позитивного Знайте Что этот мир Прекрасен Он большой И в нем Очень много любви Для вас В нем Очень много денег Для вас В нем Очень много Счастья Для вас Просто берите Пользуйтесь А я буду Всегда с вами Рядом И всегда Буду вам Подсказывать И направлять Что к чему И как делать Увидимся С вами В игре Кто сейчас Пройдет По ссылке В шапке Профиля Увидимся В игре Деньги 7 сентября Я вас Очень-очень Люблю Сохраняю Эфир Нажимаю Сохраняю